Здравствуйте! В эфире субботний выпуск новостей в студии Панау Симбекова, сурдоперевод Марата Жмабекова. С выше 40 объектов предпринимательства сегодня проинспектировала мониторинговая группа в Талдыкургане. В ходе очередного рейда они выявили ряд нарушений по несоблюдению санитарного режима во время локдауна. Какие меры предпримут власти в отношении нарушителей, узнаем в следующем сюжете. Первое место проверки – коммунальный рынок Талдыкургана, один из крупных продовольственных точек областного центра. По прибытию члены рабочей группы в составе заместителя Акима города нарушений не выявили. Стихийной торговли не наблюдалось, в том числе и возле рынка. Зато в соседствующем с ним супермаркетам сразу со входа проверяющие заметили отсутствие тепловизоров и неконтролируемый поток людей. Недопустимую заполняемость объекта зафиксировали и в торговом доме третьего микрорайона. Помимо этого, некоторые продавцы здесь обслуживали посетителей беззащитных перчаток. Возмутило мониторинговую группу и отсутствие проверяющего на наличие масок. Следующей остановкой стал расположенный в центре города магазин одежды, который был открыт, несмотря на постановление главного санитарного врача Талдыкургана. По словам продавца, работал бутик сегодня только из-за ревизии, хотя объявление, выложенное на их странице, говорило обратное. Там утверждалось, что магазин сегодня работает в обычном режиме с 12 обеда до 9 вечера. Магазин должен быть закрыт. Он должен быть закрыт. Тем более вы разместили рекламу в Инстаграме. Хозяйка сказала, что он не работает. В целом, в ходе рейда мониторинговой группы проверено порядка 40 объектов предпринимательской деятельности. Зафиксировано несколько нарушений санитарных норм. Теперь владельцев торговых объектов ждет административная ответственность. В связи с усилением карантинного режима, ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации, в городе введены некоторые ограничения. Приостановлена деятельность, либо ограничена деятельность некоторых объектов. Это общественного питания, бани общественных и магазинов непродовольственного товара. Поэтому мониторинговые группы активизировали свою работу. Ежедневно обследуют более 40-60 объектов. Свою работу выполняют мониторинговые группы не только днем, но и в ночное время. За последние несколько дней рабочей группы зафиксировано более 14 нарушений. Но, по словам заместителя Акима Талдыкургана, в этом году к эпидемиологическим нормам в локдаун жители областного центра относятся более ответственно. Руслан Нурмуханбетов, Ержан Дюсен, телеканал ЖИЦУ. Целый ряд проблем озвучили жители Караблакского сельского округа. Они пожаловались на медленный интернет, неасфальтированные улицы, отсутствие рычных сетей и другое. Предметный разговор по вопросам волнующих сельчан, а также о состоянии дел в районе произошел во время отчетной встречи Акима с населением. Какие меры предпринимаются для удовлетворения потребностей сельчан и улучшения жизни на селе, узнавал Алексей Цой. Самау Турганбаева – жительница села Шумыра, она мать троих учащихся детей. Плохая интернет-связь в ауле – проблема давняя в условиях пандемии стала насущной. По ее словам, учиться детям сложно, так как необходимые программы для полноценного обучения загружаются долго. И это не все проблемы, которые озвучила женщина. У нас интернет сейчас не работает. Самое необходимое у нас – онлайн обучение, а у нас интернета нет. Мы не можем ни в зум зайти и ненормально обучаться. Интернет слабый, а у нас вообще интернета нет. Домашний интернет она не ловит. Загрузка идет постоянно. Орычного полева нет, трассы нет, в многих улицах нет трассы. И освещения нет, уличное освещение нет. И детсад нет. Нужды и чаяния населения – это всегда приоритетные задачи. Поэтому ответ главы сельского округа был однозначным. Все проблемы решатся. В селе Шимыр, к примеру, установят новые вышки связи и проведут качественный локальный интернет. Договор уже заключен. Однако на устранение других проблем потребуется время. Все вопросы будут решаться поэтапно, заявил Аким. Он отметил, что в 2020 году отремонтированы многие улицы во всех селах округа. Построены детские площадки, а в районе мелькомбинат установлен светофор. Ну а главной гордостью остается новый физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Корабулак. В 2020 году проведен средний ремонт улиц сел Абай, Матай, Боисово, Корабулак, Шимыр и многих других. На улицах Акименко, Панфилова, Капсоматова и Лихачёва построены детские площадки. Также по санитарной очистке и ремонтным работам по округу в весенне-осенний период в населённых пунктах проведено озеленение. Было посажено более тысячи деревьев. Во время месячников вывезено более полутора тонн мусора. В 2020 году, по словам Акима, малому и среднему бизнесу за счёт создания и обслуживания новых торговых объектов была оказана всесторонняя поддержка. Привлечены инвестиции на сумму более 2,5 миллиардов тенге. На эти средства ведётся строительство центральной районной больницы, а также новой школы в селе Абай. И ещё будет капитально отремонтирована школа в селе Матай, Боисово. А основной отрасли, поддерживающей экономику округа, сельскому хозяйству уделено особое место. В целом по округу сейчас работает 349 крестьянских хозяйств. В прошлом году освоены все посевные площади. Получен весь запланированный урожай. Так, урожайность только зерновых культур увеличилась на 45%. На 2021 год запланировано ещё много проектов. Ремонт и строительство объектов, благоустройство, асфальтирование улиц. Уже в этом году в райцентре завершатся работы по газификации. Также природный газ проведут в сёла Абай и Уркусак. Проектно-смертная документация сейчас на экспертизе. А в дальнейшем весь сельский округ будет газифицирован. Все эти проекты направлены на исправление проблем и улучшение жизни граждан. «Мы прилагаем все усилия, чтобы социально-экономическое положение округа было на высоком уровне», заключил Аким Карабулагского сельского округа. Алексей Цой, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Ескельдинский район. Служил солдат вдали от дома. Более ста призывников из разных уголков страны пополнили ряды Национальной гвардии Алматинской области. На их плечи ложится огромная ответственность. Охрана общественного порядка областного центра. Сегодня молодые бойцы в торжественной обстановке принесли присягу на верность Родине. Принятие присяги – волнительный момент для каждого солдата. Сегодня в верности Родине торжественно поклялись сразу 108 новобранцев, призванных в декабре 2020 года. К сведению, прием в ряды Национальной гвардии ввелся из числа молодых ребят в Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей. «Начиная с весны, мы готовим уже, изучаются личные дела призывников. И уже когда непосредственно отборные команды едут для призывных пунктов, уже непосредственно беседуют. В первую очередь это смотрит состояние здоровья призывников и определяет пригодность. Ну, конечно, мы обращаем на морально-волевые качества. После того, как примут зачеты, мы их допустим к несению боевой службы, они уже непосредственно будут нести службу по охране общественного порядка на улицах города Талдыкургана». К такому ответственному шагу, как военная присяга, солдаты подошли уже подготовленными. По прибытию в часть новобранцы прошли курс молодого бойца, в ходе которого изучили строевую, тактическую, огневую подготовки и общегоинский устав. «Я из Восточно-Казахстанской области, из города Ридер. Мы приехали сюда в декабре, в начале декабря. И нас в месяц готовили к этому важному событию. И сегодня мы показали, что мы можем служить, что мы хотим служить, что мы готовы отдать наши сердца за защиту нашей Родины, Республики Казахстан. Так что родители, семьи, близкие, можете спать спокойно. Пока солдат стоит на службе, страна может спать спокойно». Увы, из-за карантинных ограничений родственников и друзей на торжественную церемонию не допустили. Однако фото и видео со знаменательного дня родные все же получили. Специальная съемочная группа из числа солдат ввела прямую трансляцию в сети Инстаграм. 20 семей получили продуктовые корзины и адресную помощь от волонтеров молодежного крылажа «Сотан». Получателями помощи стали пожилые и одинокие, ветераны войны и люди с инвалидностью. Волонтеры проехали по адресам социально уязвимых толкурганцев, раздав продуктовые корзины и оказав помощь в уборке дворовых территорий. Продуктовые корзины волонтерами доставляются прямо до двери. Получатели встречают отзывчивую молодежь теплыми улыбками и словами благодарности, тронутые их постоянной заботой. Многие радушно приглашают волонтеров за стол. Однако коробки с продуктами еще не развезены по адресатам, поэтому молодые добровольцы едут дальше. 82-летняя Рая Мамбетова – ветеран труда. Помощь от волонтеров она получает регулярно и отмечает, что молодежь всегда искренне и старательно трудится на благо старшего поколения. «Я пожилая, имею инвалидность, живу с дочерью, у которой тоже инвалидность. Помощь от молодежи Жасултана всегда вовремя. Они приходят и зимой, и летом, приносят продукты, убирают в доме и на улице. Я им очень признательна не только за помощь, но и за внимание и заботу». Получатели продуктовых корзин рассказывают, что оказываемая помощь и внимание согревают в эту нелегкую упору. Оказывать помощь не менее приятно, чем получать ее. В свою очередь делятся волонтеры. «Волонтерами Жасултана мы продолжаем цепочку добрых дел. Это все в рамках проекта «Ардагир-Атахтайки» и «Бах-Ту-Отпасы». За сегодня мы охватили 20 семей и намерены продолжать данное мероприятие. На этот месяц мы планируем охватить 100 семей по предоставлению продуктов первой необходимости. До конца месяца мы будем усердно работать по данным направлениям, потому что наша организация – это не только молодежная организация, но и одна из тех организаций, которые работают в направлении волонтерской деятельности. И наши волонтеры всегда рады помочь». Всего за 2020 год участниками «Молодежного крыла» доставлены продуктовые корзины для 14 тысяч семей в Алматинской области. В текущем году волонтеры планируют охватить поддержкой большее число нуждающихся. Святую воду продают за тысячи тенге в Восточно-Казахстанской области. Как сообщает Первый канал Евразия, восточно-казахстанцев поразило объявление жителя Алтая, который сообщил, что продает воду, набранную из реки Хамир на Крещение. Доставку предприимчивый алтаяц делает бесплатно, а пенсионерам продает по скидке в 200 тенге. При этом он отмечает, что вода пользуется хорошим спросом. На вопрос, как он может дать гарантию, что это действительно крещенская вода, и именно с Хамира продавец ответил «Ну, крест Божий даю». Также он поклялся и заверил, что ему незачем обманывать людей. По его словам, дать такое объявление он придумал сам. Священнослужители Алтая напомнили, что священную воду раздают в храме бесплатно, а продавец воды своим поступком вводит людей в заблуждение. В Караганде открылась первая школа волонтеров-медиков, в которых учат ухаживать за больными коронавирусом, сообщает Хабар-24. Более ста молодых людей уже записались на курсы. Сегодня волонтеров учат проводить сердечно-легочную реанимацию и делать инъекции. Руководитель проекта – пятикурсник медуниверситета. Он был волонтером в больнице во время каникул. В период летнего всплеска инфекции врачи остро нуждались в помощниках с простейшими медицинскими навыками. В школу волонтеров-медиков поступили и люди разных профессий. Поэтому потоки разделили. Студенты с базовым знанием анатомии проходят специализированные курсы, а молодежь без медообразования обучают правильному уходу за пациентами с КВИ. Организаторы школы планируют обучить более тысячи добровольцев, которые помогут медикам в случае необходимости. А когда закончится пандемия, волонтеры займутся профилактикой социальных заболеваний. Житель Уральска с удивительной внешностью пробует себя в фэшн-индустрии. Белые волосы, ресницы, прозрачная кожа. Таких людей с необычной внешностью называют альбиносами. Внешность Евгения Ли всегда была объектом повышенного внимания. Но популярным 19-летний студент стал после своей первой фотосессии. Евгений о карьере модели никогда не задумывался. Парень учится в медицинском колледже. Планирует стать массажистом. Редкая неизлечимая генетическая аномалия привела к нарушению зрения. Из-за отсутствия в организме специального фермента меланина, Евгений также плохо переносит яркий дневной свет. Сейчас Евгений пробует себя в фэшн-индустрии. Уникальная внешность будет востребована в рекламной сфере, пророчат эксперты. В России проходят массовые акции в поддержку Алексея Навального. Сторонники политика выходят на улицы вопреки запрету властей. Серия выступлений началась с митингов на Дальнем Востоке. В Хабаровске и Владивостоке, по оценкам региональных изданий, в акциях приняли участие сотни людей. Протестующие требовали освободить Алексея Навального. Он был заключен под стражу сразу после возвращения из Германии. Звучали и лозунги за отставку президента. На плакатах упоминался дворец в Геленджике, который, как сказано в расследовании фонда борьбы с коррупцией, был построен для Владимира Путина за взятки. В Кремле это отрицают. Акции в поддержку Навального проходят при усиленных мерах безопасности. В центральных районах крупнейших городов с утра сосредоточены значительные силы полиции и Росквардии. Сообщается о задержаниях. Президент Франции отреагировал на просьбы о помощи студентов, испытывающих трудности из-за пандемии. Эммануэль Макрон анонсировал ряд мер, включая двухразовое питание в университетах столовых за 1 евро. Раньше этой привилегией пользовались только стипендиаты. Также обещана оплата консультаций психологов. Обучение останется дистанционным, но на один день в неделю студенты смогут прийти в аудиторию. Правда, президент уточнил, что заполняемость последних не должна превышать 20%. Напомним, в ряде городов страны прошли массовые акции протеста с целью привлечь внимание властей к проблемам студенческой молодежи. Участники жаловались на безденежье и отсутствие общения, требуя вернуть очное обучение. Ночная жизнь в китайском городе Ухань выглядит почти как прежде, в то время как из-за пандемии коронавируса многие жители планеты пока могут только мечтать о громкой музыке и танцах. Чтобы попасть в огромный ночной клуб суперманки, необходимо носить защитную маску, а также проверить температуру на входе и показать специальное приложение на телефоне. Напомним, этот мегаполис стал первым крупным очагом заражения коронавирусом в мире. Ровно год назад в городе был введен строгий карантин, продлившийся 11 недель. Между тем, в столице Китая, Пекине, тест на коронавирус дали уже полтора миллиона человек. После того, как в одном из районов пять дней назад была зарегистрирована вспышка инфекции. Молодежная сборная Алматинской области по биатлону начала готовиться к чемпионату Казахстана. Учебно-тренировочный сбор проходит в спорткомплексе Алатау в Толгарском районе. Это соревнование ключевое, так как в случае победы призеры получат путевку на чемпионат мира. Каждый день биатлонисты пробегают на лыжах по 25-30 километров. Это неотъемлемая часть тренировок, ведь в этом виде спорта важна выносливость. Благодаря таким нагрузкам сибириченские спортсмены на прошедшем чемпионате Казахстана смогли завоевать призовое место в общекомандном зачете. Теперь цель каждого из них – завоевать право выступить на мировом первенстве. К слову, три спортсмена уже получили заветные путевки. У нас пять очень перспективных спортсменов. Трое уже отобрались на чемпионат мира. Это Генева, Чупик и Пивоварова. Они уже не первый раз отбираются на чемпионат мира. Ну и еще вот у нас две кандидатуры – это Ручьев очень перспективный и Миронова. Все они учатся в нашей областной школе. Подготовка идет нормально, все по плану. Поэтому будем надеяться на высокие результаты. В декабре прошлого года на Кубке Казахстана команда региона заняла восемь призовых мест. На высшую ступень пьедестала дважды поднималась Надежда Пивоварова. В дисциплинах масс-старт и индивидуальная гонка на 12,5 километров. В этот раз спортсменка намерена повторить и превзойти собственный результат. Главные цели – как можно наилучше показать свой результат на чемпионате мира. Также улучшать постоянно свои качества в стрельбе, в ходе, чтобы всегда быть на высоте. Я считаю, что на данный момент у меня есть уже определенная форма, но есть еще к чему стремиться. Сборная региона к стартам практически готова. Чемпионат Республики Казахстан продлится с 8 по 14 февраля в Толгарском районе. Победители и призеры получат право представлять страну на мировом первенстве. Оно запланировано на 28 февраля. Алексей Цой, Жаркан Шентаев, Телеканал ЖТСУ. На этом все. Спасибо за внимание. Отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова